Чем привлекать новых клиентов еще, кроме цемента, о социальной ответственности бизнеса, а также о привлечении местных жителей в промышленные предприятия? Поговорим сегодня в программе «Актуальное интервью». Гость нашей студии Алиш Мамедов, управляющий директор «Якут-Цемент». Алиш Забитович, здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам в студию. Добрый день. Давайте начнем с вопросов. В этом году «Якут-Цемент» планирует наконец достроить третью печь, увеличить мощность производства с тем, чтобы полностью обеспечивать потребности республики в цементе. Как это отразится на производственных показателях предприятия? Насколько они вырастут? В этом году вообще уникальный год для поселков Махстолох. Нам в этом году 60 лет. Летом отмечаем, в сентябре месяце. И такой уникальный год. Мы сдаем на третью печку. Увеличение мощности будет 185 тысяч тонн клинкера. Это будет совокупно уже три печи, которые у нас есть. Два печи 100 метров, один новый – 127 метров. Это будет 500 тысяч тонн клинкера. Мы обеспечим всю север-центральную Якутию, кроме юго-якутию. По логистике Нелингралдан всегда с ними возится и перед советской властью сегодня оттуда. Оттуда выгодно, дешевле. Поэтому мы республику собираем закрыт. И мегапроекты Сургут-Нефтеказ, Сила Сибири, Алроса, потребности. И главный город Якутий, и остальные наши районы республики. В продукции предприятия все больше нуждаются крупные промышленные компании, реализующие действительно в настоящем масштабные проекты, как и Сила Сибири, и территория, опережающая развитие Южной Якутии. Какие новые контракты появились? На самом деле, в нашей стране любое предприятие, энергетики, газовики или семетники, мы зависим от общей промышленной политики страны. В последние годы Дальний Восток, в последние 15-ти, я бы сказал, мы у нас семент дефицит ежегодно, мы в два раза меньше производим, чем потребляем. И давно этот вопрос назрел, и семент так далеко возили из Паска, из Бребеджана, это нереально. Поэтому после появления Сургут-Нефтеказа, даже мы не могли, мы продали один год 27 тысяч тонн, дальше не могли, потому что просто не было. Поэтому сегодняшний день появление Сила Сибири, там мощные конструкции, дороги 153 километра из наших плит, мы начали выпускать дорожные плиты, дополнительный вид продукции, и в год почти по 300 тысяч штук железобетонных плит, это для речников работа, 130 тысяч тонн груза ежегодно возит, топ и лидуя. Поэтому мы нашли такие контракты, но Южно-Якузский тор, к сожалению, Нервин Гиралдан мы из-за логистики и погасами не доставляем. А вот в связи с изменениями в законодательстве, с этого года прогнозируется сокращение долевого строительства, строительных компаний. Как Ваши предприятия готовятся к этим переменам? Может ли это отразиться на планах компаний? На самом деле мы по заявкам уже прочувствовали, что в этом году заявок меньше, чем в прошлом году. Весь бюджет республики, я сам как депутат парламента знаю, что уменьшается даже в два раза с лишним. Но надо искать другой проект. У нас потребители семента не только крупные компании. У нас в этом прошлом году было потребителей 672 компаний. Из них около 280 частные физические лица. И печки компаний около 95 компаний. А крупные постоянные компании, которые семент потребляют, около 170 компаний. Город Якуз потребляет 50% нашего семента ежегодно. 198 тысяч тонн. Город Якуз, когда большой работодатель Махсалоха, якутсемента. Поэтому мы ищем сейчас дорожников. Молодцы применяют наш семент на дорожных покрытиях у Фурдор-Вилюй. В этом году заявка на Шебин. Большой объем, почти полмиллиона тонн. И плюс семент около 300 тысяч. Что нас радует. В прошлом году на магаданскую сторону брали хорошее количество семента. Применение семента до асфальта. Мы давно это мечтали. Такие дороги делают сейчас на Якутии. И вот мы там находим. У нас, как ни странно, один проект завершается, другой открывается. ГРС-2 завершили. Сегодняшний день москвичи даже 100% нам оплатили деньги. В начале ямврия месяца около 100 миллионов. Аэропорт полоса новая. И 9-10 тысяч тонн цемента. Новый заказчик. Поэтому мы надеемся, что ГРС-2 будет строиться. Поэтому другие объекты. Онкологический центр. Поэтому наши продукции так или не так мы находим себе место на рынке. А какие виды продукции, кроме цемента, выпускает предприятие? Ну, предпятый принцип выпускает щебень. Вот и дорожные плити, о которых мы говорим. Мы выпускаем, продаем для асфальтовых заводов отсев, вот нашу же продукцию. Но больше мы обеспечиваем свой поселок тепло, вода. Это тоже мы добываем и обеспечиваем полностью поселок Махсулох. Тепле, уюта, содерживаем сами. Этот год объявлен годом содействия занятости населения. Якутии цемента одним из первых, насколько известно, поддержал инициативу по трудоустройству местных жителей в промышленные предприятия. Сколько человек по программе трудовой мобильности граждан и местный кадр в промышленность трудоустроены и уже работают? На самом деле, у нас, если даже глава Республик не объявил бы, мы промышленные предприятия, мы должны предменять людей и принимать на работу. Сейчас здесь материка потоков нет, тут комсомольских путевок нет. Поэтому в нашем заводе 868 человек сегодня работают, и все жители Хангала-Скулуса, Покровска, Бестяха, Титары, Синска и все граждане России. Мы друг их не принимаем. Когда мы подряд на работу полиняем, школу, садики, Покровиков применяем временно, электрику приглашаем, камешку приглашаем, они, может быть, армяне, таджики, киргизы, разные компании бывают. Поэтому в сегодняшний день мы, сон, заняться хорошей работой. В прошлом году Якутии цемент принимал на работу 170 человек, из них 120 временных, 50 постоянных. В сегодняшний день, точно могу даже назвать, у нас обучается 31 человек для нового завода, слесарей, 5 человек, электромонтеры, слесарей экип автоматики современной профессии, 8 человек, электромонтеры, 10 человек, машин с мостового крана, операторы газовых котельных. Поэтому у нас сегодня постоянных работающих, вот в апреле вместе запустим третью печку, нам нужно около 79 человек. Половину мы уже нашли, и половину поиск обучения, потому что так просто на такую современную оборудование людей не поставишь. Часто говорят о социальной ответственности, бизнеса. Как Якутии цемент справляется с этим обязательством? Потому что нужно не только работать, но и как-то облагораживать все вокруг себя. Ну, у меня эта тема давно, много мне нравится, я слушал недавно Галичева или кого, что бизнес должен отдельно, поселок отдельно, абсолютно неправильно. Потому что, например, мы думаем, что государство придет, хороший клуб заедет, хорошие дороги, освещение, подъезды, дома, тепло, а мы только деньги будем зарабатывать. Так неправильно. Мы содержимый бассейн давно, мы содержимый молодежный комитет, мы держим спортзал, поскольку помогаем. И дело в том, что не только само масло, я помогаю всему УЛУСу, там, где есть социальные объекты, из-за мелочи, из-за 50-100-200 тысяч рублей надо хромать, тепло нет, окна нет, дверей нет, холодно там, да, или какой-то медицинской аппаратуры нет, из-за него там люди страдают. Поэтому мы должны быть социально ответственны. Я уверен, поскольку еще мы работаем успешно. Как предприятие расширяет новые рынки сбыта, как раз мы говорили о продукции, чем еще вы выпускаете. И есть ли заинтересованность в продукции куцементов соседних, в других регионах? У нас Дальний Восток, федеральный наш округ, он так интересно расположен, он большой, самый крупный, да, и у нас Чукотка, Семьзавода нет, в Магаданской области нет, в Камчатке нет, в Сахалине нет, в Амурской области нет, в Читинской области нет, в Переморской крае нет. Есть спорс Дальний, Перебежан и Куцемент. Мы выходим в группу Восток Семент Холдинг, да, последние 7 лет. И благодаря их решению, Восток Семента, не надо Якутию возить 280 тысяч тонн ежегодно, ЖД-дорога, Юг Якутии, Нижний Бестяк, все забиты было Сементом, из-за того, что ее не хватает. Поэтому все еще не решено, что те регионы, естественно, мы иногда Магаданскую область продаем, заказы есть в этом году тоже, да, иногда Чукотку возили через Северный путь, а дальше мы не можем, оттуда логистика дорогая, поэтому мы обеспечиваем только свою республику и свои сейчас крупные компании. Сейчас задача номер один, вернуть с рук нефтегаз к нам после пуска завода. Они хороший цемент потребляют, но везут в Свердловскую область последние 10 лет. Это очень ревностно, это обидно, но имея на сотни лет запасы глины, алёгминского гипса, известняка Махса Лоха, Каза своего, специалистов, везем цемент из материка. Тот цемент мы тоже делаем, тампонажный. А вот вы говорите, везут из Свердловской области, а чем наш цемент лучше? Нет, наш еще лучше, чем Свердловский. Вообще цемент в Африке, цемент говорят, да, она бывает суподостойкий, тампонажный, дорожный, обычный фортландцемент для марка 500, марка 400. Все заводы, у нас сырье хорошее, обжиг на газе, завод маленький, будем компактный, да, поэтому и сырьевая база очень хорошая, не за то, что Маметов хороший директор, там мои спецы хорошие, у нас великолепное сырье. Вот в нашей республике много зарубежных строек, медцентры, там очистные сооружения, сами знаете, и турки были, и югославы были, и американцы, и канадцы строили. Все всегда говорили, что как ни странно, у вас очень хороший цемент. Это нас очень обижало. Я говорю, что как ни странно, ваши нанятые работники у нас неплохо работают. Поэтому мы нормально сами делаем, мы можем конкурировать любым заводом-поставщиком. Вот вы начали говорить как раз о своей работе депутатом. Не первый созыв, вы являетесь депутатом госсобрания, Илтумен. Планируете ли продолжить депутатскую деятельность? Опа, прям в лоб вопрос. Вообще, я всегда говорил, что у меня раньше поговорка была, я готов дружить с зимеем, если зиме хочет, да, но народным депутатам, я андамоднатник, надо, чтобы еще народ хотел. Просто так, к моменту, хочешь быть депутатом, народ уже надеял, может быть. Поэтому, скорее всего, да. Потому что остался месяц-полтора до праймериза, мы должны заявиться, мы идем депутат, еще раз нет. Я определился, у меня есть задача в этом году, завод сдать, и школу по крузу сдать, новый зал борьбы по крузу открыт, и пойти депутаты. Я надеюсь, народ меня поддержит. А поддерживают, говорят, уже спрашивают, может, интересуются люди. Это не скромно, со своей стороны сказать, но есть уходители, главы, народ, они даже просили, мы хотели бы вас выдвинуть, как вы на это смотрят, вы идете ли первый раз в моей жизни, что меня предлагают крупные деревни, наши улузы, советуются еще. Как вы думаете, несколько деревян вас выдвинут? Я этим не удивил, но поэтому я делюсь этим мнением, что это гордо меня водушевляет, но я не подведу, я знаю, поэтому я согласен нигде. Вот мы говорим о поддержке, а все-таки, что удалось сделать в качестве депутата, и чем вы особо гордитесь? Я создал мощную связь между простым человеком, мною, директор рекуцемента, это просто рабочая лошадь в улузе. Он должен иметь отношение и к респондентам, если надо, и к коровнику должен в каком состоянии, и должен здравом в каком состоянии, школа, клуб. В наших деревнях на ИЗУС можно карту поставить, от ИСИДя до Техтюры, чем живет Ханглас Кулус, и чем там он нуждается. Оказывается, если по-большому взят, кроме бюджета, если такие промышленники, депутаты будут помогать своими средствами, средствами завода. Я знаю, что я уже не боюсь никого говорить. Последние 10 лет я помог своим деревням. У меня есть приказы, даты, больному, учителю, школьникам. У кого-то пожар был, там ему не помогают 20-40 кубов бруса, ну неправильно, да? Поэтому где-то 120 миллионов рублей в помощь оказал Якуцемент. В этом году планы 14 миллионов. Ну, мой, если сказать, как депутат, наверное, за себя хвалил, но мой талант тем, что если вы были акционерами Якуцемента 100%, я с вами буду договариваться, что помоги мне, я был нормальным депутатом, надо народу помогать. Много переработающим заводам. Если медный завод круто работает, то почему не помогать наследникам, которые у нас всего на расстоянии 5, 10, 20, 100 километров. И они же много не просят, не ходят попрошайничать. Я сам вижу, говорю, я готов это делать, я готов это делать, давайте вместе. А я помогаю тому, кто еще хорошо двигается. И в деревнях очень инициативные люди, честные люди, простые люди. И иногда им даже неудобно просить. А иногда сам видишь, говоришь, давай сделаем вместе. И у нас много получается. То есть важна инициатива именно от народа. И народу тоже надо. Не нужно ждать. Потому что депутат не волшебник, что он все знает. Ему же надо, говорит парень, избрался, помогает или парламент, или республика, или бюджет. Или возьми сам решай. Если вопрос, сам можно решать. Надо ходить там. Вот вы живете в Якутии уже почти 40 лет. Знаете ли якутский язык? Ведь азербайджанские, якутские языки, ну, из одной тюркской языковой группы, они похожи друг между другом. Красных. Что за 40 лет еще выучили? Нет, я 300 лет, 78 лет здесь. Да, на самом деле все корневые слова, природные, я могу сотни тысяч слов назвать, якутийский, азербайджанский, азербайджанский, анасамь, тюркская группа языков. Я много чего знаю, не личного, нужного. И у меня шанс был хорошо знать якутский язык, когда служил в армии. Жалко, что я просто говорил. Ну, обязательно еще послушаем, расскажете как-нибудь в следующем эфире. Это была программа «Актуальное интервью». Смотрите нас в следующих эфирах, в следующих выпусках. Спасибо. Он сбоку нас снимал. Попытай.